С вами Илья, и как я писал в анонсе, у нас ведет прямой эфир на очень интересную, такую деликатную тему, это компромиссное лечение. Что это такое, я сейчас расскажу, и почему это вредно как для пациента, так и для врача-стоматолога, начинающего, либо уже который практикует. Давайте обсудим эту тему. Очень часто, порой всегда, пациенты приходят к нам в клинику со словами поставьте мне пломбочку, поставьте мне, не знаю, коронку и так далее, и так далее. То есть сами как-то себе составляют план лечения. Мы как врачи, как профессионалы должны объективно посмотреть на ситуацию и сказать пациенту, что нет, в данном случае, например, вам надо поставить коронку, либо пломбу, либо вообще зуб необходимо удалить и поставить имплантат. С чем мы сталкиваемся? Идя на поводу у пациентов, мы начинаем создавать компромиссные работы. Это очень вредно, это очень плохо, я в свое время тоже страдал, этим шел на поводу у пациентов, но сейчас полностью отказался. То есть мне сейчас гораздо проще отказать в лечении пациенту, по тому плану лечения, который я спланировал, нежели взяться за компромиссную работу. Поэтому давайте начнем отсюда отсчет. Компромиссная работа. Это будет наше начало. То есть к вам пришел пациент, вы объективно видите, что по ситуации, по снимку все плохо, зуб разрушен. Вы видите, что во рту действительно зуб разрушен. И вы пациенту говорите, дорогой мой, вам надо ставить имплантат. Пациент говорит, пожалуйста, доктор, умоляю вас, давайте что-нибудь придумаем, но без имплантов. Но вы, как адекватный доктор, понимаете, что да, действительно, здесь будет правильно только имплантация, ничего другого. И здесь вот вариант. Либо вы даете слабину и пускаетесь в, так вот сказать, перипетии. Либо вы сразу отказ. Отказ. И все по плану. Все по плану. Тогда все, ваша жизнь будет спокойна, легка и в принципе без каких-либо последствий для вас как доктора и для каких-либо таких серьезных проблем для пациента. То есть вы сразу отказали в той ерунде, которая просит сделать вас пациент. Но в какой-то момент вы 100% согласились на компромиссное лечение. То есть, ну да, давайте попробуем на этом зубе поставить короночку, давайте восстановим этот зуб на стекловолоконном штифте, давайте в большую дырку попробуем поставить композитную пломбу, реставрацию, давайте на разрушенный зуб попробуем поставить коронку, может быть простоит. Здесь вы уже берете всю ответственность на себя и хитрый момент. О каких бы нюансах и проблемах вы не рассказывали пациенту, он все забудет. То есть, если вы скажете, что смотрите, ладно, мы вам ставим коронку и она простоит всего лишь полгода-год, пациент забудет, как правило, через 2-3 недели и придет потом уже с проблемой. Потому что он не помнит, что вы ему предупреждали, о чем вы ему говорили. Поэтому это очень важно. Так, после компромиссного лечения мы начинаем лечение. И здесь какие моменты нас ждут? Компромиссное лечение, оно всегда временное. Вы должны понимать. И срок службы будет ограничен. И скорее всего пациент вернется к вашему плану лечения. Только будет ли он уже лечиться у вас, потому что вы пошли на компромиссное лечение. Их осложнение 100%. Осложнение. Зуб сломается, на котором вы согласились протезировать пациенту. Выпадет пломба, на которую вы хотели поставить на зуб. Отвалится коронка. И пациент будет высказывать претензии. В большей вероятности случая. То есть, согласившись на компромиссное лечение пациента зубов, вы должны понимать, что 100% будет отклик в виде негодования и недовольства пациента. Если составить договор. Давайте напишем договор. Поверьте, пациенты, когда увидят бумажку, она у них перед лицом, и они ее смогут со временем прочитать, то они вспомнят. А, да, доктор мне говорил, что у меня зуб развалится через полгода-год. Да, у меня пломба выпадет через полгода-год. Но если вы все это составили устно, все забудется, и у вас будут вопросы с пациентом. Уже начнутся такие, так сказать, разборки, да. Осложнение. Дальше. Коллеги. Вдруг случайно пациент попадает не к вам на лечение после того, когда вы ему сделали компромиссную работу, а к вашему коллеге. Тут начинается другая проблема, проблема деонтологии, взаимодействия врачей. Сейчас в наше время каждый берется за любого и готов полить ведром говна другого доктора. То есть попав в коллеги, и коллеги увидят эту компромиссную работу, он скажет, вам что, дурачок это сделал? То есть здесь уже начнутся проблемы. Вам начнут говорить, да вам неправильно сделали, и они по факту будут правы, потому что это вы, как доктор, согласились на компромиссную работу. И следующий момент это, осмотр, коллеги, это разбирательство. Разбирательство. Которое со временем 100% произойдет в процессе создания компромиссной работы. То есть смотрите, сколько проблем возникает, просто они большие проблемы, возникает от того, что врач идет на поводу пациента. И если бы он отказал, то спал бы он спокойно и чувствовал себя очень комфортно. Разбирательство могут быть любого формата, да, пациент приходит, плачет, зачем вы мне сделали такую работу, если вы знали, почему вы меня не доходите до отсюда. То есть пациент полчаса в кресле уговаривает доктора сделать, так сказать, дерьмовую работу, а потом полчаса, когда эта работа развалила, он говорит, а что же вы меня не отговаривали, что же вы меня не демотивировали делать эту дерьмовую работу. Начинается вот такого упрямления, да, потом начинается, вы мне обещали, что эта работа простоит год, она простояла 11 месяцев, и все это развалили. Ну и начинается вот эти вот терки, терки и хорошо, если пациент адекватный, действительно осознают, что работа была все-таки промиссной, и ожидать долготрочно от него скульпы было невозможно. Но вот так она гораздо интереснее, да, когда вы отказали, что пациент вы только будете иметь, то вы будете привести, долго, это не важно, пациент, я буду работать по правилам и спать от этого спокойно. Да, пациент нормально сгорает все, я буду уверен за эту работу, я заводирую за нее, за нее ответственно, в понимании, что это возможно вы нещенет. Поэтому суть нашего вот этого всего рассказа в том, что мы все это дело убираем и пишем, что и для пациента, и для врача компромиссная работа это... Вот. Не делая компромиссных работ, не мучая пациента, мучая отказаться от этой работы, делать все по правилам, делать все по протоколам, никаких компромиссов, только правильная медицинская, стоматологическая возникальность. Ничего другого быть не должно. Показание в удалении, значит показание в удалении, никаких компромиссных, да, так и с отбором, и с отбором. И доктор будет спать спокойно с НСССР, и с НССР, и с НССР, и с НССР, и с НССР. Всем спасибо.